Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона включило Магнитогорскую детскую больницу в число социально значимых объектов, остро требующих модернизации. Финансовые средства на проведение ремонтов, приобретение нового оборудования в медицинское учреждение уже начали поступать. Тему продолжит Юлия Никифорова. По словам главного врача Магнитогорской детской больницы Марины Шеметовой, медицинскому учреждению требуется масштабная реконструкция, новое современное хирургическое, диагностическое, реанимационное оборудование. Необходимо самое элементарное – отремонтировать отделение, обеспечив комфорт для маленьких пациентов и их родителей. В больницу не инвестировали средства и, конечно, она на сегодня находится в числе догоняющих больниц. При всем том, что здесь работают прекрасные, изумительные кадры, прекрасные врачи, прекрасный средний медицинский персонал, материально-техническая база, инфраструктура внутри больничная, конечно, очень отстает от современных требований. И мы надеемся, что при поддержке Алексея Леонидовича Текстлера в десятилетие детства за счет средств федеральных программ и областных программ, средств регионального бюджета, вот эти все большие задачи будут реализованы. Заведующая диагностической службы детской больницы Юлия Сергеевна Ивашук рассказывает о необходимости приобретения магнитно-резонансного томографа для обследования детей до 7 лет. Сейчас пациентов направляют в Челябинск. Приобретение МРТ для нашей больницы запланировано на 2020 год. Необходимы новые цифровые рентгеновские аппараты. Медики используют в работе плюночное оборудование, уже отслужившее свое. У нас, к сожалению, у всех аппаратов степень износа уже 100%. Вот я вам сейчас покажу, пожалуйста, перелом, то есть берцовой кости. Вот видите. И вот это в гипсе. И, собственно, визуализация, как вы видите, не очень хорошая, потому что вот это вот белое, это гипс, и он закрывает. А, собственно, если это будет цифровой аппарат, то там можно сделать окошко более светлым, либо более темным, и лучше увидеть кость. Финансовые средства из областного бюджета уже начали поступать в Магнитогорскую детскую больницу. Ремонты ведутся сразу в нескольких отделениях. Предстоит замена лифтов. Производство 1986 года. На сегодняшний день идет замена линолеума на путях эвакуации на керамогранит. Это третье отделение. Сейчас ведутся проектные работы по замене лифтового хозяйства, лифтового парка. Это три лифта. Один грузопошажирский большой лифт на 500 килограмм и два малогрузовых. Также в планах замена дверей на противопожарные двери в отделениях больницы. За счет средств областного бюджета в этом году планируется привести в должное состояние и внешний облик больницы. Провести ремонты кровли и фасадов зданий. Терапевтические и инфекционные корпуса были введены в строй в начале 60-х годов прошлого века. Капитальных ремонтов с тех пор так и не проводилось. Единственная детская больница города Металургов всего юга Челябинской области достойна модернизации. Необходимость в этом назрела. Руководство детской больницы очень надеется, что при поддержке правительства Челябинской области в течение двух-трех лет медицинское учреждение получит новую жизнь. Это важнейшая задача, ведь здесь лечатся дети. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.